Четвертое поражение подряд потерпели хабаровские хоккеисты. Накануне Амур провел матч против «Нефтехимика». Почему начавшаяся с победного счета игра закончилась поражением, сейчас расскажет Ульяна Крамаренко. Два дня подряд один соперник в среду хабаровчане отдали победу гостям, а уже в четверг планировали взять реванш. И шанс появился. Амур открыл счет в первом периоде. Во втором периоде еще три забитых шайбы отрыв в счете 4-1 дал надежду и игрокам, и хабаровским болельщикам. Однако решающим стал третий период. Защитник Амура ударил плечом в голову соперника. За грубое нарушение судья удалил его до конца матча. Гости преимуществом воспользовались и за пять минут догнали в счете. А затем и вовсе сравняли счет и вывели игру в овертайм. Вера в победу и характер, проявление характера сломили, все-таки переломили этот матч. Вот это пятиминутное удаление хорошо использовали, хорошо вратаря там закрывали на птаке. И качественная работа спецбригады привела к тому, чтобы мы сравняли счет. Исправить ситуацию в овертайме у Амура не вышло. На третьей минуте шайба вновь оказалась в воротах хабаровчан. На домашнем льду для Амура это стало третьим поражением подряд. Перед игрой я сказал ребятам, что самое главное это дисциплина. Сказать тут нечего. Выигранную игру просто один человек взял и опустил всех. Кто болеет за команду, кто пластался, хотя и сам работал, сделал глупость. До конца года Амуру предстоит провести в Хабаровске еще две игры с лидерами турнирной таблицы. В эту субботу хабаровчане сыграют против Ярославского локомотива. А в понедельник с петербургским СКА. Ульяна Крамаренко, телеканал Губерния.